Дорогие мамы и папы, пишу вам это письмо, чтобы выразить свои чувства и мысли, которые накопились во мне за многие годы. Это нелегко для меня, но я чувствую, что это важно для моего исцеления. Сначала я хочу сказать, что я вас люблю. Вы мои родители, и я всегда буду вас любить. Но вместе с этой любовью я испытываю глубокую грусть, обиду, разочарование и предательство. Когда я была маленькой, я чувствовала, что мои эмоции и моя жизненная энергия были под вашим контролем. Я осознала, что вы охотились за моими чувствами и использовали мои реакции, чтобы питаться моей энергией. Это было жестоко и безразлично к моим страданиям. Я чувствую себя использованной и преданной. Мои взрывы ярости и крики не были просто эмоциями. Это были реакции на ваши манипуляции и провокации. Вы намеренно выводили меня из равновесия, чтобы затем использовать мою разрушенную энергию. Когда я уставала и не могла больше реагировать, вы все равно находили способы извлекать из меня энергию, будь то через запугивание, нападение во время сна или подманивание с последующими оскорблениями. Я чувствую невероятную боль и грусть от того, что мои родители, те, кто должны были защищать и поддерживать меня, причиняли мне такую боль. Я была маленькой девочкой, беспомощной и невинной, а вы охотились за мной и истязали меня. Это несправедливо и жестоко. Я хочу, чтобы вы знали, насколько это ранило меня. Это повлияло на мою жизнь, мои отношения и мое восприятие себя. Я чувствую, что много лет не жила своей жизнью и не могла быть собой. Но я также хочу, чтобы вы знали, что я намерена исцелиться. Я хочу вернуть себе свою жизнь и свои чувства. Я буду работать над тем, чтобы не позволять прошлому управлять мной и не падать в те же ловушки. Я надеюсь, что вы поймете мою боль и мои чувства. Мне нужно время и пространство для исцеления. Я прошу вас уважать это и позволить мне пройти этот процесс. С уважением. Этот черновик можно отредактировать и дополнить в соответствии с вашими конкретными мыслями и чувствами. Письмо может быть для вас терапевтическим способом выразить свои эмоции и начать путь. Конечно, давайте напишем письмо вашим родителям. Конечно, давайте напишем письмо к вашей внутренней девочке. Это письмо может помочь установить связь с той частью вас, которая была ранена, и дать ей поддержку и утешение. Дорогая, я пишу тебе это письмо, чтобы выразить все, что я чувствую, и чтобы ты знала, что я здесь для тебя. Я хочу, чтобы ты знала, что я понимаю твою боль и страдания, и что я всегда буду рядом, чтобы тебя поддержать. Когда ты была маленькой, ты прошла через так много боли и несправедливости. Я знаю, как страшно и больно было чувствовать, что твои родители, те, кто должны были защищать и любить тебя, на самом деле использовали тебя и твою энергию. Я понимаю, как это было жестоко и несправедливо, когда они охотились за твоими чувствами, провоцировали тебя на взрывы и питались твоей болью. Ты была такой маленькой и беззащитной, а они причиняли тебе страдания. Я понимаю, как это было страшно, как это было больно, как это было несправедливо. Ты заслуживала любви, заботы и защиты, а не того, через что тебе пришлось пройти. Я хочу, чтобы ты знала, что теперь я здесь, чтобы защищать и заботиться о тебе. Я не позволю никому больше причинять тебе боль. Я буду слушать тебя, утешать тебя и помогать тебе исцеляться. Ты не одна. Я понимаю, что взрывы ярости и крики были твоим способом защиты. Ты не знала другого способа справляться с болью и страданиями, которые тебе причиняли. Но теперь мы можем найти новые способы выражать свои чувства и заботиться о себе. Ты сильная. Ты выжила, несмотря на все, что с тобой происходило. Я горжусь тобой и твоей силой. Мы вместе справимся со всем этим, шаг за шагом. Мы научимся любить и заботиться о себе так, как ты всегда заслуживала. Ты заслуживаешь счастья, радости и мира. Ты заслуживаешь чувствовать себя любимой и защищенной. Я здесь для тебя, и я всегда буду рядом. С любовью и заботой. Ваше имя. Это письмо можно дополнить. Конечно, давайте на письмо к вашей внутренней девочке. Конечно, давайте напишем письмо вашему внутреннему питбуллю. Это поможет вам установить связь с той частью себя, которая проявлялась через агрессию и взрывы, и помочь ей найти более здоровые способы выражения. Дорогой питбуль, пишу тебе это письмо, чтобы выразить свои чувства и мысли о тебе. Ты был частью меня так долго, и я хочу понять тебя лучше и найти способы, чтобы мы могли существовать вместе более мирно и гармонично. Я понимаю, что ты появился в моей жизни не просто так. Ты возник в моменты, когда я была маленькой и беззащитной девочкой, когда мне причиняли боль и страдания, когда меня предавали и использовали. Ты был моим защитником, моим способом справляться с той болью и страхом, которые я не могла вынести. Твои взрывы ярости и гнева помогали мне чувствовать себя сильной, когда я чувствовала себя совершенно беспомощной. Ты помогал мне выжить, и за это я благодарна тебе. Но я также понимаю, что твоя агрессия и ярость стали для меня способом самоуничтожения. Эти взрывы оставляли меня опустошенной, использованной и потерянной. Ты реагировал на провокации и манипуляции, не позволяя мне чувствовать свои истинные эмоции, такие как грусть, боль, разочарование и обида. Теперь я хочу, чтобы мы нашли новый путь. Я хочу помочь тебе трансформироваться из яростного защитника в более мягкого и понимающего партнера. Вместе мы можем научиться выражать наши чувства и справляться с болью без разрушения себя и других. Ты можешь стать источником силы и уверенности, не прибегая к агрессии. Вместе мы можем научиться реагировать на боль и травму с честностью и искренностью, позволяя себе чувствовать и выражать эмоции, не теряя себя. Я верю, что ты можешь стать моим союзником в этом пути. Вместе мы можем найти новые способы защиты и самоутверждения, которые не будут разрушительными. Я прошу тебя помочь мне в этом процессе, быть терпеливым и открытым к изменениям. Мы можем найти баланс между силой и мягкостью, между защитой и открытостью. Я знаю, что это возможно, и я готова работать над этим вместе с тобой. С уважением и благодарностью.